Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, что такое тиристор, как он устроен и для чего он применяется. Этот тиристор похож на диод, и так же как у диода, у него имеются анод и катод. Но кроме этого, со стороны катода находится третий дополнительный управляющий электрод, и на принципиальных схемах он изображается вот такой черточкой, подведенной к катоду. Посмотрим, как такое устройство работает. Здесь последовательно с тиристором установлена лампа накаливания, и плюс источника через лампу соединен с анодом, а минус с катодом, так что тиристор подключен в прямом направлении. Подаем на эту цепочку напряжение 4,5 вольта, а лампочка не горит. Тиристор как был, так и остается закрытым, хотя его подключение прямое. А теперь я соединю еще один провод с плюсом, и вторым концом этого провода на мгновение коснусь управляющего электрода. И лампочка загорелась, тиристор открылся. Как же мне ее теперь выключить? Конечно, я могу выключить источник, но это не очень интересно. Вместо этого я подключу еще один провод к минусу источника, и этим проводом закорочу сам тиристор. Ток через него падает до нуля, и лампочка гаснет. Итак, включаем, выключаем, включаем, выключаем. Таким образом, тиристор представляет собой электронный ключ, который после подачи управляющего сигнала остается открытым, и его нужно специально выключать. Теперь я покажу, что тиристор в действительности управляется не напряжением, а током. Включим тиристор через 200-томный резистор. Раз, и тиристор сработал. Выключим его, и возьмем килоомный резистор. А через килоомный резистор включить тиристор не получается. Сопротивление управляющей цепи слишком велико, и ток в ней слишком мал, чтобы ключ сработал. А управляющего тока через 200-томный резистор, как мы видели, вполне хватает. Теперь заменим лампу на ограничительное сопротивление в 50 Ом. Управляющий ток все-таки будем подавать через резистор в 1 килоом, и посмотрим, при каком напряжении тиристор откроется. Сначала по цепи течет только управляющий ток, а тиристор при этом остается закрытым. При напряжении в 6 Вольт управляющий ток достигает значения в 5 мА, тиристор открывается, и теперь основной ток протекает через тиристор и ограничительное сопротивление. Понижаем напряжение. Снова доходим до 6 Вольт, и при дальнейшем понижении напряжения тиристор остается открытым и закрывается при напряжении около 1 Вольта. С характеристиками тиристора в первом приближении мы разобрались, а теперь мы поговорим о том, как он устроен внутри и для чего может применяться. Основу тиристора составляет слоеный полупроводниковый кристалл, в котором от анода к катоду последовательно чередуются дырочная, электронная, еще одна дырочная и еще одна электронная область. При прямом подключении мы подаем плюс на внешнюю область с дырочной проводимостью, а минус на внешнюю область с электронной проводимостью. При этом первые и третьи переходы оказываются открытыми, а вот средний переход оказывается закрытым. Поэтому все поданное на тиристор напряжение падает именно на этом среднем НП-переходе. Конечно, если мы подадим на тиристор достаточно большое напряжение, средний переход будет пробит и тиристор откроется. Но для того конкретного тиристора, которым я пользовался в наших опытах, напряжение пробоя составляет 400 вольт, а мы имели дело с гораздо меньшими напряжениями. Однако у нас есть еще управляющий электрод, который присоединен к П-области, примыкающий к катоду. И когда мы подаем на него положительное напряжение, пробой среднего НП-перехода происходит при существенно меньших напряжениях. При этом после снятия напряжения с управляющего электрода, средний переход остается открытым до тех пор, пока не будет снято напряжение между анодом и катодом. Поставим в цепь управления тиристора переменный резистор, и у нас получился простейший диммер, устройство, управляющее яркостью лампы. Запитаем лампу переменным током, запустим управление, лампочка загорается, а на осциллограмме мы видим, что тиристор срезает отрицательные и оставляет положительные полуволны. А теперь начнем постепенно увеличивать сопротивление резистора. И посмотрите, на осциллограмме срезается начальная часть положительной полуволны, а лампочка горит все слабее и слабее. Напряжение отсечки дошло почти до максимальной амплитуды, еще чуть-чуть и лампочка гаснет. Подведем итоги. Основная область применения тиристоров это включение мощной нагрузки с помощью слабого управляющего сигнала. При этом на управляющий электрод достаточно подать короткий отпирающий импульс, а закроется тиристор сам, когда напряжение между анодом и катодом упадет до некоторого небольшого порогового значения.